Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Pablito. В сегодняшнем своем обзоре я расскажу, как собирать и монтировать рукоять Гудмана на канистровых фонарях от OrcaTorch, для чего она служит, как ее отрегулировать и правильно закрепить, и все маленькие хитрости, о которых не рассказывает производитель в своей инструкции для фонаря. Итак, что нам понадобится? Собственно, рукоять Гудмана, винты и ключи, которые идут в комплекте, затем бокорезы, затем тонкогубцы, затем пластиковый хомут и карабин. Начнем потихоньку. Как вы видели с предыдущих обзоров, головная часть канистровых фонарей OrcaTorch имеет два резьбовых отверстия для закрепления рукояти Гудмана, которая идет в разобранном состоянии и служит для того, чтобы удерживать фонарь на кисти пользователя. Итак, берем для этого винты. Винты подходят у нас, судя по всему, с вот этой головкой. Для того, чтобы нам все четко и хорошо закрепить, нам еще понадобится локтайт или любой другой уплотнитель резьбы для того, чтобы винты не раскрутились в нужный момент в воде. Итак, берем локтайт, смачиваем резьбу, берем площадку, располагаем ее ровной стороной к оптической системе. Вот таким вот образом. И закручиваем сначала не до конца, потом чуть позже заподкрутим и находим второй винт. Точно так же его смачиваем локтайтом, одеваем на ключ. Вот это достаточно важно, потому что вот все может раскрутиться, особенно под водой. Лучше брать локтайт синий, а не розовый. Розовый сложно потом будет раскрутить. Синий раскрутить можно. После того, когда мы поставили руководитель, мы четко позиционируем платформу и плотно затягиваем винты. Первая часть у нас готова. Вторая часть. Нам надо собрать рукоять в сборе. Что нам для этого надо? Нам для этого нужны короткие винты, на которые мы сначала ставим шайбы на оба. А потом уже посредством гайки их закручиваем. Все у нас достаточно маленькое, вот поэтому вот будьте аккуратны. Точно так же конец смазываем уплотнителем резьбы. Вот, вставляем в отверстие. Соответственно наживляем гайку. Гайку не всегда нам легко наживить, поэтому я для этого использую круглогубцы. Сейчас мы ее отпозиционируем точно. Вуаля! Закрепили, пока не затягиваем. То же самое делаем со вторым винтом. Наносим локтайт в отверстие гайку на тонкогубцы. И вуаля! Почти что у нас получилось. Сейчас, секунду. Зажму более сильнее. Не получается у меня сразу четко позиционировать. Вот это. О! Ура! После того, когда поджали, для чего это служит? Для того, чтобы мы могли по объему выставить рукоять. Вы видите, да? Для чего это служит? Потому что у нас есть разные абсолютно перчатки. Они могут быть как тонкие, так средние, так и очень толстые. И благодаря этому у вас рука будет иметь разную толщину. И благодаря вот такому вот решению мы подгоняем под свою руку рукоять. Сейчас давайте мы сделаем, как будто у нас рука голая. И мы сделаем ее примерно вот таким вот, такой вот толщиной. Так. Затягиваем. Немножко прокручивается гайка, поэтому ее стоит прижать рукой. Когда схватится, в принципе, уже потом она будет хорошо затягиваться. Вуаля! Вот у нас получилось вот такое вот решение. Вот. И вот у нас рукоять Гудмана. Как выглядит на ней фонарь? Вот у нас выглядит фонарь. Как я рассказывал, благодаря такому решению мы можем пользоваться другими предметами. Будь то регулятор давать, передавать. Будь то манометр смотреть. Будь то оперировать компьютером. При этом у нас рука свободна. Это очень удобно. Также еще одно удобство, которое необходимо, это закрепить сам фонарь на снаряжении. Не всегда он вам нужен на руке, когда вы входите в воду или что-то делаете, меняете, он может быть пристегнут к снаряжению. Как это делается, нам надо для этого хомут. И нам для этого надо карабин. Затягиваем. Вводим эту часть, чтобы она не цеплялась за снаряжение. Вбок. И тут нам пригодились наши бокорезы, которыми мы отрезаем. Вуаля! Вот наше решение. Вот наш карабин для того, чтобы мы закрепили его на снаряжении. В целом, все очень просто. Важно не забыть хорошо затянуть фонарь. Отрегулировать его на свою руку с той перчаткой, с которой вы будете погружаться. Не забыть о уплотнителе резьбы. И не забыть пристегнуть карабин. Вам будет удобно пристегивать головную часть фонаря к снаряжению. Когда снаряжение будет находиться на поверхности, на суше, чтобы шнур не болтался. И никто не наступил на головную часть фонаря. Более детально о фонарях от OrcaTorch и о других изделиях для подводников я расскажу в своих обзорах. Читайте блог. Подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами. И всего вам самого наилучшего. До новых встреч.